Я родился в СССР, и каждая республика, входящая в состав Советского Союза, была для меня родиной. Я до распада Советского Союза побывал во многих республиках, и для меня это было, ну, свое, родное, вы понимаете, и Прибалтика, я все объездил. Вот, я чувствовал себя хозяином, что называется, да, такое чувство интересное, вот, но это не имперское было чувство, нет, далеко не имперское. И вдруг, вы понимаете, Советский Союз распался, и ни одна из республик не подхватила брошенное Красное Знамя. Для меня это до сих пор парадокс. И Россия, которая стала правоприемницей Советского Союза, использует Красное Знамя только как символ победы. То есть победа, которую одержал Советский Союз, была приватизирована Россией, а остальное – нет. Я помню, как радовались первые лица страны, когда вступили в ВТО. И благодаря этому вступлению неожиданно, да, все резко с производством у нас пошло на нет. Гиганты рушились, наши товары, и легкая промышленность, и средняя, и тяжелая, все начало трещать по швам. Да, мы вступили в ВТО, да, вот мы стали торговать. И торговать мы стали прежде всего воздухом, ну, помимо природных ресурсов, которые были доступны. Да, я помню, как менялась доктрина. Вот, мы должны со всеми дружить, мы ни с кем не должны воевать. Вот, и это тоже на меня произвело действительно угнетающее состояние. То есть это произвело эффект взрыва. Ну, конечно, мы это дело пережили, мы понимаем, мы терпеливы, мы все вникаем. И вокруг этого остаемся жить. Но мы-то остаемся те же. Доктрины меняются, а мы остаемся те же. И вот опять, не прошло и 20 лет, те же люди, которые радовались вступлению в ВТО, те же люди, которые прививали доктрину 20 лет назад, сейчас опять пересмотр доктрины. А вот. Но красное знамя как было брошено, так и осталось. С началом специальной военной операции я было грешным делом подумал, что мы возвращаемся в светлое прошлое. К сожалению, нет. И вот это вот состояние, оно меня преследует, и я спешу вами с этим поделиться. Мы все те же, доктрины меняются. Меняются. Вот. Как быть нам, людям, не готовым к таким переменам? Понимаете, как Маяковский писал, да, вот я сейчас скакну в сторону, как Маяковский писал, что такое хорошо, что такое плохо. Не просто так. Это были очерчены горизонты, и своего рода был распределен миропорядок. То есть, где как, что хорошо, и мы могли определить свое сознание, определить свои границы существования. Мы знали, где хорошо, где плохо. Не укради. Ну и так далее, и так далее. Это одно из было тормозящих. Ну вот. И что же дальше? Мы наблюдали 20 лет, как все воровали. И все принципы. Они продолжали работать, но они были нужны, наверное, для тех, кто наблюдал. А раскрыв рот, как покупали за рубль, продавали по два, как вдруг появились некие откаты, как стимул империализма. Мы не прижились, мы все те же. А вокруг происходят опять некие изменения. К чему они приведут, я не знаю. Но до сих пор наблюдаю, что ни одна из 15 республик не подобрала брошенное знамя. И вот, знаете, грешным делом опять подумал о том, что, а вдруг бы вот Украина взяла да подняла красное брошенное наше советское знамя. И Киев, как мать русских городов, обратилась бы ко всем 15 республикам. Вот что бы было тогда? Вот. Я отмахиваю с головой это видение. И думаю, опять грешно думаю о том, что, слава богу, что Зеленский, к сожалению, а может и к счастью, совсем не такой человек. Ну и мы остаемся все теми же. А актер? Весь мир театр. Ну вот пускай играет дальше. А такую бы идею ему подбросили. Уж я бы не знаю, что и подумал бы. И как бы себя вел, и как бы реагировал на это все. Может быть и хорошо, что он до этого не додумался. А так бы, я не знаю. Ой, не знаю. Уж больно мне. И там мне симпатично, и здесь вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!